This conference will now be recorded. Так, отлично, спасибо огромное. Тогда можно начинать. Тема семинара у нас сегодня. Какими методами считать себестоимость цифровых продуктов? Категория цифровых продуктов, это категория СИМА новая, появилась в новом силабусе. Первый экзамен по новому силабусу будет у нас только в ноябре-декабре, впервые этого года. И мы сегодня с вами должны разобрать, что относится к цифровым продуктам и самое основное, какие особенности существуют в калькулировании их себестоимости. Институт СИМА пока еще не тестирует расчет себестоимости, то есть непосредственно само калькулирование. Но понимать, какие методы мы можем использовать для калькулирования, какие нецелесообразно использовать, мы уже должны. На предмет проверки наших компетенций этот аспект в экзаменационный объем входит. Какой у нас формат сегодня с вами проведения занятий? Значит, вы видите на экране презентацию, далее мы с вами переключимся в практикум, но ничего мы рассчитывать сразу скажу не будем, мы будем заполнять некую таблицу. Нам нужно по конкретному примеру будет продифференцировать затраты на прямые накладные, прошу прощения, постоянные переменные и так далее. Значит, если вы хотите эту таблицу заполнять со мной параллельно, вы сейчас можете в личном кабинете, если у вас есть личный кабинет нашего учебного центра, скачать практикум, а расчет себестоимости цифровых продуктов пустой. Если к личному кабинету у вас пока еще нет доступа, то ничего страшного, все будет видно на экране, никаких особенных расчетов мы производить не будем, все будет доступно. Значит, по ходу проведения семинара у вас могут возникать какие-то вопросы, естественно, да, вы можете их писать в чат, озвучивать голосом, а также какие-то комментарии от вас буду признательно получать по материалам занятия сегодняшнего. Если вопросы организационного характера возникают, тоже, пожалуйста, пишите в чат, будем их стараться решать оперативно. Если вдруг понимаете, что что-то происходит с вашим подключением, да, что-то плохо слышно, зависло, рекомендую обновить страницу клавиши F5. Зовут меня Циба Елена, я преподаватель курсов по финансо-экономической линейке в учебном центре «Специалист». Значит, читаю не только курс по СИМА, но также еще курсы, которые являются, скажем, основой, основой подготовки для того, чтобы, в общем-то, прийти к самой СИМА. Это курс по управленческому учету и бюджетированию, это курс по финансовому анализу и это курс по основам экономики. Пару слов про наш учебный центр. Нам практически 30 лет. За эти годы у нас огромнейшая база выпускников и корпоративных клиентов. У нас много учебных классов, учебных комплексов 5, находятся они в разных районных точках Москвы. 250 преподавателей-экспертов и более тысячи курсов. Линейки наших курсов вы можете увидеть на нашем сайте. Какие гарантии обучения мы предоставляем? Гарантия качества. Так как мы сочетаем Бауманскую методику преподавания и современные технологии проведения бизнес-тренингов, то слушатели по результатам прохождения курсов у нас получают не только теоретические знания, но также и определенный, я бы сказала, достойный уровень практической подготовки. Мы практикоориентированы. У нас не только теория, у нас огромнейшее количество кейсов практических, домашних заданий, тестов и так далее. Гарантия результата. В нашем учебном центре работает система контроля качества. Все слушатели по итогам прохождения курсов заполняют анкету обратной связи. Если в процессе прохождения курса что-то не сложилось, что-то не получилось, мы всегда идем навстречу и находим пути решения ваших проблем. Также обязана вам сказать по поводу посттренинговой поддержки специалистов, что это означает. Вы отучились в учебном центре специалист, курс прошел, но у вас есть 6 месяцев на то, чтобы этот курс еще раз пересмотреть в записи. Кроме того, вы не только его пересматриваете в записи, вы также можете направлять вопросы своему преподавателю по материалам курса. Гарантия сохранения средств организации – это для работодателей. Если работодатель направляет своего сотрудника к нам на обучение по каким-то причинам, сотрудник не проходит обучение, то может вместо него обучаться другой сотрудник. Такие проблемы мы тоже решаем. Расписание занятий гарантировано. Срывы, переносы – это бывает крайне редко в каких-то только экстренных форс-мажорных ситуациях. Расписание на сайте анонсировано достаточно за большой интервал времени. Вы можете подобрать график своего обучения, удобный для вас. Занятия у нас могут проходить как в дневное время, так и в вечернее, так есть группы и выходного дня. Форматы обучения тоже на ваш выбор. Можно учиться очно в аудитории, можно подключаться по вебинару дистанционно. Вы как бы будете присутствовать на занятиях, вы будете с группой, но вы будете дома удаленно. У нас есть формат открытого обучения. Очень интересный формат, я в конце занятия о нем расскажу. И также у нас есть индивидуальные программы обучения. Гарантия безопасности. Занятия проходят в комфортных оборудованных классах, которые находятся под охраной. Все наши учебные комплексы оборудованы зонами кофе-брейка, то есть на переменке можно попить кофе, перекусить что-то. В каждом учебном комплексе пропускная система и, как я уже сказала, охрана в обязательном порядке. Так, ну вот мы подошли к тематическому плану семинара. Сейчас озвучу по пунктам, о чем мы будем говорить. Значит, в первую очередь, что такое цифровой продукт? Какие продукты мы относим к цифровым? Есть основной принцип, который мы будем использовать при дифференциации продуктов на цифровые, и не цифровые, то есть обычные, не цифровые, физические. Поговорим про особенности затрат цифровых продуктов. Они действительно ими обладают. Но если есть особенности затрат, соответственно, есть особенности калькулирования себестоимости цифровых продуктов. И здесь мы должны понимать, какие, и вот именно это от нас экзаменатор будет требовать. Понимание, какие методы мы можем использовать при калькулировании себестоимости цифровых продуктов, а использование каких методов будет неоправдано. И у нас будет небольшой практик по классификации затрат. На цифровые продукты также СИМА называет такие затраты просто цифровые затраты. И в конце я вам скажу основные моменты, освещу по поводу изменения силабуса, то есть учебной программы СИМА модуль P1. Итак, какие продукты относятся к цифровым? Значит, что такое цифровой продукт? Digital product – это продукт, являющийся произведением труда. Это наукоемкий, как правило, продукт, который имеет цифровой вид. Вот такое определение нам дает СИМА. Я вам даю еще одно определение, более подробное. Цифровой продукт или онлайн-товар, можно его и так назвать. Это интеллектуальный продукт, который создается посредством, как правило, интеллектуального труда или в большей степени труд интеллектуальный. Продукт, не имеющий материально-вещественной формы. Возможно, но не обязательно являющийся объектом интеллектуальной собственности, подлежащий правовой охране. Очень важно, что данный продукт хранится, поставляется и потребляется в электронном формате. Вот основное принципиальное отличие от обычного физического продукта. Этот продукт не нужно доставлять, передавать в физической форме заказчику-покупателю. Продукт передается через веб-сайт и мобильные приложения по электронной почте. Что относится к цифровым товарам? Электронные книги, цифровые библиотеки, книги, издания, которые оцифрованы. Скрипты – это небольшие программные обеспечения для выполнения, автоматического выполнения каких-либо задач. Ну, например, заходя на сайт Сбербанка, мы с вами можем применить электронный калькулятор к расчету процентов, которые мы должны будем уплачивать по определенным условиям. Собственно, программное обеспечение относится к цифровым продуктам. Какие-либо обучающие курсы, методички, видеоуроки, аудиовизуальные и другие файлы. Иная текстовая, графическая, контент-информация. Наполнение информационным контентом сайтов, блогов, всего что угодно. А также цифровые медиафайлы, которые распространяются через телевизионные программы или музыкальные альбомы. Например, прогноз погоды. Это цифровой медиафайл. Он не передается в физическом виде, он передается посредством сети интернет. Цифровой продукт, в отличие от физического продукта, может быть поставлен покупателю просто по ссылке. Покупателю предоставляется ссылка. Покупателю предоставляется какой-либо доступ к сайту. Также попутно покупателю может вручаться, допустим, какой-то компакт-диск, флэш-носитель. Но обращаю ваше внимание, что это происходит попутно. Соответственно, флэшка, диск будет являться дополнительным материальным носителем, но только лишь дополнительным. Основной источник передачи – это сеть интернет. Например, сеть супермаркетов планирует разработать и распространить новое мобильное приложение, которое предназначено для планирования и осуществления онлайн-закупок. Вот данное мобильное приложение будет являться цифровым продуктом. По заказу Министерства информации и связи, частная компания разрабатывает видеоинструкции для людей с нарушениями слуха, помогающие осуществлять регистрацию на портале госуслуг. Так как эти инструкции являются инструкциями видео, на них будет представлена ссылка. Это тоже цифровой продукт. Банк разрабатывает обучающий курс по открытию и введению инвестиционных счетов, предназначенный для распространения среди своих клиентов. Также цифровой продукт. Уважаемые коллеги, то, что мы сейчас с вами проводим семинар, и он записывается, и ссылочка будет лежать на нашем сайте – это такой же цифровой продукт. Хочу обратить ваше внимание. Вот на данный момент мы с вами осветили основные принципиальные отличия, основные физического и цифрового продукта. Я думаю, суть понятна. И сейчас я бы от вас хотела получить краткие комментарии в чат. Понятен ли основной принцип, отличающий обычный продукт от цифрового? Хотя бы плюсики. Так, спасибо. Но вот теперь давайте поговорим об особенностях затрат. Продукт особенный, и затраты будут особенные. Материальные затраты, как мы уже с вами догадались, они либо отсутствуют вообще, материальных затрат никаких нету, ни сырья, ни материалов, либо они крайне малы. В каких случаях, как вы думаете, могут быть материальные затраты, но, как здесь сказано, они крайне малы? Напишите, пожалуйста, свое видение в чат, кратенько. Какие могут быть на цифровые продукты крайне мизерные или просто мизерные, да, минимальные, но материальные затраты? Амортизация цифровой техники. Ну, амортизация, Ольга, у нас, да, есть такой элемент затрат, я с вами согласна, но не могу с вами согласиться, что амортизацию можно считать материальным затратом, материальным элементом затрат. Это все-таки отдельный элемент. Если мы вспомним экономически однородные элементы, у нас есть труд, амортизация, материалы, услуги и прочее. Оплата интернета, тоже нематериальные, фонд, нет, элемент зарплата, конечно, нет, нематериалы. Техника, используемая для производства цифрового продукта, амортизация, да, техники, это опять-таки у нас нематериальные затраты. Материальные – это компоненты сырьевые, какие-то материалы, которые мы измеряем с вами, как правило, там, в литрах, в погонных метрах, в штуках, в килограммах, вот, по единицам измерения вам подсказывают. Вот у нас несколько примеров с вами было до данного слайда. Я сказала, что продукт может передаваться попутно на каком-то материальном носителе. Попутно. То есть он передается в сетях, да, носители, абсолютно верно. И попутно он может еще заказчику выдаваться на каком-то носителе. Компакт-диск, флеш-носитель, какой-то диск-накопитель информации и так далее. Соответственно, мы тратимся на этот носитель. Вот это материальные затраты. Но, как правило, они незначительные. Хорошо, дальше идем. Большой удельный вес от всех затрат занимают затраты как раз-таки вот по элементу труд, затраты труда. Для того, чтобы нам создать мобильное приложение, мы нанимаем, да, или используем труд собственных программистов, разработчиков, веб-дизайнеров и так далее. Как правило, это труд не физический, это труд интеллектуальный. И такие затраты мы можем наблюдать как на стадии разработок, на стадии создания этого продукта цифрового, так и в последующем. Если мы разработали с вами мобильное приложение, оно, конечно, имеет большой жизненный цикл, оно может существовать лет 10 и так далее, но оно требует актуализации, обновления, да, потому что внешний фактор меняется, среда меняется. Поэтому в какой-то процесс определенной функционирования нашего цифрового продукта потребуются, опять-таки, затраты труда на актуализацию, на обновление. Поэтому как на первоначальной стадии, на стадии создания, так и на последующих стадиях жизненного цикла продукта большой удельный вес занимают затраты, связанные с трудом. Третье. Отсутствие материально-вещественных запасов и затрат, связанных с этими запасами. Цифровые продукты не имеют запас, который мы называем запас готовой продукции. Это понятно. В нашем учете в управленческом или даже в бухгалтерском, конечно, могут быть учетные остатки в НЗП, в незавершенном производстве. Физически мы эти остатки, да, никак с вами потрогать не сможем. Почему такие остатки возникают? По причине неполного принятия работ заказчиком. То есть мы затраты производили, производили, текущие, не инвестор, а уже текущие затраты, да, на административную поддержку наших продуктов, на функционирование и так далее. Но, допустим, заказчик, те наши работы в стопроцентном объеме в данном периоде, в этом месяце не заактировал. Акт он нам подписал там на 70%. Соответственно, 70% наших затрат пойдут в себестоимость продаж, а 30% наших затрат будут составлять остатки в НЗП, в незавершенном производстве. Такое может быть. Но, опять-таки, пойти там в цех, на склад и увидеть остатки продукции мы не можем. По той причине, что продукт цифровой. Далее идем. Затраты на доставку до покупателя либо полностью отсутствуют, либо крайне малые. Но вот по причине чего они могут быть? Опять-таки, связано это с передачей продукции на дополнительных носителях, чтобы вручить накопитель, флешку заказчику, да, мы можем осуществлять какую-то доставку. Но, опять-таки, в общей массе затрат их удельный вес будет незначительный. Пятое. Отсутствие неких категорий или неких бизнес-процессов, таких как поставщики. Нам нечего поставлять. У нас могут быть подрядчики, да, мы можем привлекать каких-то программистов со стороны, но это не поставщики, это подрядчики будут. Логистика. Нету материалов, нету, значит, затрат на их доставку. Упаковка. Упаковывать нам тоже нечего, ну, за исключением, если мы захотим упаковать какой-то, не знаю, компакт-диск, но это все минималка, минимум. Да, Светлана, прервусь, отвечу на ваши вопросы организационного характера. Конечно, презентация у нас лежит в личном кабинете, и если вы так хотите, я могу вам в конце нашей встречи скинуть ссылочку на облачное решение, где вы скачаете этот цифровой продукт. Если до конца, да, посидите, подождете, я такую ссылочку скульпирую. Хорошо. Так, идем дальше. Шестой пункт. Затраты на рекламу и проверку качества могут быть достаточно значительны, да? Мы с вами понимаем, что основное в нашем продукте. Основное, чтобы он понравился покупателю, заказчику, чтобы был, ну, так скажем, какой-то оголосок в виде обращения большего количества клиентов в последующем, чтобы реклама работала и так далее. То есть мы должны уделять значительное внимание качеству нашего продукта. Вот. Ну и, конечно же, мы должны рекламировать наш продукт. Рекламировать мы будем, опять-таки, в информационных сетях, потому что как-то, ну, и как-то иначе можем, да, само собой. Но сам цифровой продукт предполагает и его рекламу цифровую в большей степени. Затраты на рекламу будут значительны. Жизненный цикл цифровых продуктов, как правило, дольше, чем у физических продуктов. Почему? Потому что продукт не изнашивается, да, не потребляется, не требует там своего возобновления. Продукт должен актуализироваться, должен обновляться. Это само собой, но, тем не менее, если какое-то мобильное приложение создать, его периодически обновлять, то оно может жить достаточно долго. Или, допустим, сайт какой-то. Но бывают, как исключение, я всегда исправил, бывают, бывают цифровые продукты с очень коротким жизненным циклом. Например, прогноз погоды, его жизненный цикл практически там сутки, два, двое суток, трое суток, не более. Низкая доля переменных затрат и высокая доля постоянных затрат. И вот этот пункт обозначен прямо-таки жирным шрифтом. Это относится практически ко всем цифровым продуктам. Значит, когда мы продукты создаем, вот давайте здесь мы сейчас начнем разбираться с этой особенностью. Когда мы создаем, ну, допустим, какое-то мобильное приложение, мы делаем определенное усилие, тратим наши ресурсы на его создание. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот все эти наши затраченные ресурсы на создание будут являться переменными либо постоянными затратами? А переменные и постоянные мы классифицируем всегда по отношению к уровню деловой активности. Подскажу вам. Так, еще подожду ваши ответы, как считают другие слушатели. Представьте, что мы создаем мобильное приложение, мы наняли разработчиков, программистов, 3D-дизайнеров. Мы несем инфраструктурные затраты, платим за хостинг и так далее. Но мы пока еще это мобильное приложение не тиражируем, не продаем, не распространяем, хотя заказчик есть. По отношению к уровню деловой активности нашей эти затраты будут постоянны. Хорошо, мы его создали. Допустим, передали заказчику, да, заказчик с нами расплатился, теперь давайте переключимся уже на затраты самого заказчика. Заказчик начинает эти мобильные приложения продавать, ну, через определенный там, к определенному кругу лиц. То есть можно сказать, что он это мобильное приложение каждый раз, да, как бы тиражирует, продает. У него покупает один клиент, второй клиент, третий клиент. Он несет какие-то затраты, связанные с этим. Ну, что-то он там платит, да, на сайте на своем и так далее. И вот здесь, каждый раз, тиражируя, продавая это мобильное приложение дополнительному клиенту, у него будут возникать дополнительные затраты. И вот эти затраты будут уже такими являться, связанные с тиражированием. Как считаете? Да, а вот в том случае уже пойдут затраты переменные. Абсолютно верно. Переменные затраты у нас всегда по отношению переменные к уровню деловой активности. Чем большему количеству он это приложение продаст, тем у него выше будут переменные затраты. Абсолютно верно. Ну, и так как переменных затрат доля невысока, если мы сравним, да, затраты на разработку и затраты, связанные потом вот с тиражированием, то, конечно, затраты на разработку будут больше. Соответственно, продукты цифровые, как правило, обладают высокой маржинальностью. То есть маржинальная прибыль, цена минус переменные затраты будет высокая. Но маржинальную прибыль мы начнем получать когда? Когда мы начнем распространять, когда мы начнем продавать наши видеоролики, мобильные приложения и так далее. То есть на первоначальном, на этапе жизненного цикла, на этапе создания затраты, как правило, постоянной, их потом уже в процессе тиражирования наша задача покрыть, окупить за счет высокой маржинальности. Цена на цифровые продукты, как правило, тоже не низкая, да, потому что цифровые продукты обладают какой-то интеллектуальной составляющей. Поэтому покупатель, заказчик основной, он, как правило, согласен заплатить высокую цену за такой продукт. Следующее. Часть затрат появляется по мере использования цифровых продуктов. Да, у нас есть затраты на создание, потом мы начинаем, мы его создали этот продукт, мы его начинаем там продавать, и затраты вот на тех уже этапах, они тоже могут быть. Почему? Потому что продукты, как я уже говорила, требуют актуализации, появляются какие-то новые версии. Также у нас идут затраты, поддерживающие функционирование этих продуктов, какие-то затраты административного характера, ну, например, связанные там с заключением договоров, с проведением оплат и так далее. Следующий, 11 пункт. Цифровые затраты редко стандартизируемы. Каждый продукт обладает определенным набором опций, функций. Создается какой-то общий подход, универсальный, да, а далее уже для каждого клиента подбирается тот набор опций, который необходим клиенту. Ну, пример такой приведу. Система сигнализации. Допустим, мы автомобиль ставим, да, на какую-то систему дополнительной сигнализации. То есть у нас есть штатная, есть еще такая дополнительная, за которую мы платим. Мы скачиваем мобильное приложение, с этого мобильного приложения управляем автомобилем. Соответственно, в данном мобильном приложении нам доступен какой-то определенный набор опций. Мы можем их использовать все и платить абонентскую плату максимальную, а можем от чего-то отказаться. Вот о чем здесь речь. Цифровой продукт дорого производить, но затраты на воспроизводство, то есть на тиражирование каждой единицы, как мы уже с вами выяснили, как правило, будут незначительны. И поэтому, чем больше проживет продукт, да, тем мы, в общем-то, больше получим прибыли за весь его жизненный цикл. Затраты имеют ряд особенностей, как мы видим. Следовательно, калькуляция таких затрат тоже будет отличаться от калькулирования себестоимости обычных физических продуктов. Мы сейчас с вами перейдем к третьему разделу нашего семинара. Будем говорить про методы калькулирования. На данный момент тоже от вас жду какие-то комментарии. Если все понятно, вопросов нет, ставьте, пожалуйста, в чат-плюсике. Институт СИМА делят затраты цифровые на четыре категории. Для нас это тоже ново, непривычно. Функциональные затраты. Я их сразу открою. Административные затраты. Инфраструктурные затраты. И затраты, связанные с информационными технологиями. IT-поддержка, саппорт и тестирование. Так, а теперь давайте мы рассмотрим их по порядку. Значит, функциональные затраты. Это затраты, которые мы осуществляем для того, чтобы продукт функционировал. Они связаны с созданием, с разработкой, в первую очередь. Поддержанием в актуальном состоянии функционала продукта. Доступ к социальным сетям, смс-уведомления. Это все платно, конечно же. Мы эти затраты несем всегда. Рассылка по электронной почте. Административные затраты для обеспечения процессов покупки, использования цифрового продукта. Например, какой-то, скажем, обучающий курс, и, соответственно, вы его покупаете, являетесь клиентом. Соответственно, вам нужна в обязательном порядке административная поддержка. Вы должны связаться с администрацией, получать какие-то ответы на ваши возникающие вопросы по использованию продукта. Это все тоже сюда входит. Так, Светлана, а вы вот так вот не пытаетесь проклассифицировать затраты. Это у нас только лишь категории, да? Вот, соответственно, функциональные как категория, они могут быть и переменные, и постоянные, и могут быть прямые, и косвенные. То есть вот такую мы параллель сейчас с вами не проведем ни в коем случае, не нужно этого делать. Это только лишь категории для того, чтобы нам разобраться в многообразии затрат, да? Как-то их вот разложить по каким-то корзиночкам основным, и все. Так, что еще к административным? Как я уже говорила, затраты на функционирование механизмов оплаты, выставления счетов, заключения договоров, какие-то юридические вопросы и так далее. Контроль доступа, да? Мы продали какой-то продукт, допустим, видеоинструкции, мы контролируем, кто имеет доступ, собственно, наш клиент, или что-то там происходит уже то, что создает угрозу для нашего бизнеса. Инфраструктурные затраты – это затраты на обслуживание инфраструктуры, IT-инфраструктуры, необходимой для функционирования цифрового продукта. Мы платим за операционную систему, мы платим за какие-то платформы определенные, или, допустим, мы их приобретаем в собственность, или платим за обслуживание ежемесячное. Вот без структуры у нас не будет с вами основной такой базы фундамента для того, чтобы продукт создать и для того, чтобы его потом поддерживать в актуальном состоянии. Если вот делать какую-то, знаете, параллель сравнение с физическими продуктами, то инфраструктурные затраты очень похожи на наши какие-то капитальные затраты, связанные с тем, что мы покупаем основные средства, здания, сооружения, станки, оборудования для того, чтобы производить физический продукт. Вот так же и здесь. И затраты на IT-поддержку, support. Управление, поддержка в рабочем состоянии, модернизация, тестирование нашего IT-оборудования. То есть все, что делают, как правило, системные администраторы в компаниях. Тестирование программных продуктов, какие-то настройки определенные, что-то из строя вышло, да, наше оборудование и так далее. Эти затраты мы несем с целью обеспечения бесперебойного функционирования нашего цифрового продукта. То есть мы создали уже нашу инфраструктуру, она у нас есть, но в процессе нам нужно все равно нести затраты, support, для того, чтобы все работало. Так, я думаю, понятно отличие инфраструктурных затрат от затрат на IT-поддержку на support. Идем дальше. Сейчас мы поговорим про особенности калькулирования по пунктам. Значит, если кто-то из вас программу СИМа изучал, да, может быть, уже сдавал или пытался сдавать, то вам будет здесь все просто и понятно, вы будете понимать, о чем речь идет. Если кто-то у нас еще, да, вот думает идти на СИМа, не идти, тогда какие-то термины, они сейчас для вас будут первичны. Не пугайтесь. В процессе прохождения там курса, изучения материала, это для вас все станет родное. Итак, от того, что у нас отсутствуют практически материальные затраты, то метод учета, производительности процесса, когда мы себестоимость продаж калькулируем только по сверхпеременным, только по материальным затратам, мы использовать здесь с вами не можем. Использование такого метода, оно исключено само по себе, потому что материальные затраты могут быть, но только лишь, допустим, на какой-то диск, на флеш-носитель и все. Себестоимость продаж, она у нас будет никакая, нулевая. Этот метод мы исключаем. Далее. Так как малая доля маржинальных, как правило, у цифровых продуктов переменных затрат, давайте теперь остановимся на маржинальном методе, когда мы калькулируем с вами себестоимость продаж по переменным издержкам, маржинальным издержкам. Значит, применять метод, в принципе, можно, но применение метода не всегда будет обосновано. Большая доля затрат непеременных и постоянных, и мы на эти затраты с вами не будем обращать никакого внимания, используя маржинальный подход. Соответственно, если мы не будем постоянные затраты включать себестоимость продаж, то, как правило, мы их и не будем распределять на наши продукты. Да, у нас, допустим, постоянные затраты связаны с созданием нескольких мобильных приложений могут быть. И мы, используя маржинальный метод, даже такие затраты не будем и распределять на наши мобильные приложения. То есть часть важной информации в таком случае, она уйдет, она потеряется. А эта информация очень важна для принятия управленческих решений. Поэтому маржинальный метод здесь тоже не совсем подходит. Следующий метод – метод нормативного учета затрат. Когда затраты на единицу продукта существуют нормативные, далее определяются фактически и выявляются отклонения. Такой метод целесообразно применять и в случае цифровых продуктов, в случае цифровых затрат, но применять его нам будет крайне сложно. Почему? Потому что очень часто цифровые продукты не универсальны. При каждом тиражировании, как мы уже выяснили, может быть различный набор опций. Соответственно, определить нормативы затрат, как-то занормировать все эти затраты на цифровой продукт крайне сложно будет. Но опять-таки цифровые продукты могут быть разные. Да, здесь все уже конкретно по ситуации нужно анализировать. Но тем не менее, институт Сима нам говорит, что применять метод в принципе-то можно, но очень крайне сложно. Скорее даже невозможно его применить. по причине того, что затраты нестандартизируемы. Каждый тираж продукта будет уникален. Универсальности нет. Метод полного поглощения затрат. Обзорпшен костинг, ППЗ. Тот метод, который при калькулировании себестоимости обычного физического продукта считается не совсем полноценным, не совсем справедливым. В управленческом учете по Сима приводится ряд его недостатков. И ведя управленческий учет в компаниях, как правило, управленцы от него отказываются. И можно сказать, давным-давно уже отказались. Вот что в данном случае в контексте цифровых продуктов с этим методом, с методом ППЗ? Так как большая доля постоянных затрат и, в общем-то, многообразие постоянных затрат имеет место быть, то метод не обеспечит расчет достоверной справедливой себестоимости продукта. По какой причине? По той причине, что постоянные затраты нужно распределять. Соответственно, чтобы их справедливо разложить на себестоимость, мы должны справедливые базы распределения находить. А этот метод сам по себе нам не говорит о нахождении каких-то определенных драйверов, критериев распределения и так далее. Он призывает к распределению традиционному. Взяли, собрали все постоянные и распределили там пропорционально человека часам, грубо говоря. Поэтому этот метод мы, в принципе, применять, конечно, можем, но справедливой себестоимости продуктов, тиражированных, обращаю ваше внимание, когда каждое мобильное приложение, используемое каждым клиентом, будет содержать определенный набор опций, не даст нам справедливости. Себестоимость мы справедливую по каждому такому тиражированному приложению не увидим. Также из-за особенностей затрат, данной особенности, о которой мы говорим, что большая доля постоянных и многообразие постоянных затрат, мы с вами можем здесь говорить про метод процессного учета. АБЦ-костинг. До изменения силабуса Симма называла такой метод АБЦ-костинг, activity-based костинг, калькулирование по видам деятельности. В новом силабусе, сразу скажу, появляется термин попроцессный учет, то есть ничего по сути не меняется, единственное, идет уточнение названия метода. И вот применение данного метода обосновано в случае цифровых продуктов. Почему? Мы все процессы, все виды деятельности, все бизнес-процессы раскладываем с вами, да, отдельно. Каждому процессу, происходящему в компании, находим определенную базу распределения наших весомых постоянных затрат. Под каждый процесс определяем носитель затрат, драйвер, пропорционально которому и будем распределение постоянных затрат производить. Также использовать этот попроцессный учет мы можем и при планировании, при бюджетировании. Следующая особенность. Затраты появляются по мере использования продукта, как мы уже выяснили. То есть затраты могут присутствовать на протяжении всего жизненного цикла. Соответственно, целесообразно обоснованно вести учет затрат по всему жизненному циклу продукта. Да, конечно, мы ведем учет затрат из месяца в месяц или там из квартала в квартал, да, но мы должны не терять какую-то вот линеечку, связь, чтобы понимать, что эти затраты в месяце относятся к определенному продукту, а у этого продукта определенный жизненный цикл. И если мы захотим посмотреть затраты по всему жизненному циклу, то в учете мы должны такую информацию обязательно иметь. Это очень важно в контексте того, что на первоначальных стадиях затраты высокие. Далее идет маржинальная прибыль уже по тиражированию продукта, которая призвана, да, обеспечивать покрытие, покрытие этих первоначальных затрат в том числе. Поэтому учет вести мы должны по жизненному циклу наших продуктов, по всему жизненному циклу. И также применение метода такого, как целевое управление себестоимостью, когда мы знаем цену, знаем какую-то норму прибыли, и уже, исходя из этих наших знаний, определяем себестоимость целевую, ту, которой она должна быть, да, и подстраиваемся в процессе под нее. В принципе, этот подход и этот метод мы можем применять, но крайне затруднительно в таком случае его применение будет. По какой причине? Опять-таки по той причине, что затраты цифровые нестандартизируемые, и возникают они на протяжении всего жизненного цикла. Да, это метод хороший, он обоснован, он себя оправдал, но применить его будет в такой ситуации тоже сложно. Итак, мы с вами останавливаемся вот на данном слайде. Посмотрите, пожалуйста, у нас выделено красным шрифтом два аспекта. Значит, целесообразно применять метод ABC-костинг. Прямые затраты у нас учитываются по прямому, да, ложатся на каждый продукт. А что касается затрат косвенных, и, как правило, они у нас постоянные, то здесь мы их распределяем по драйверам, по носителям, которые к каждому процессу обоснованно разрабатываем, устанавливаем и так далее. И еще один очень важный момент. Затраты мы должны вести по всему жизненному циклу на протяжении всего цикла. И вот я сейчас резюмирую, в общем-то, не раз уже говорила об этих особенностях. Еще раз давайте на слайде посмотрим. Основные экономические показатели по цифровому продукту на протяжении всего его жизненного цикла. Значит, если у нас есть стадия разработки, когда мы еще ничего не продаем, и есть стадия обслуживания, в принципе, мы продукт начали продавать, но мы все равно несем затраты на этой стадии, от этого никуда не деться, то на стадии разработки наши затраты, как правило, только лишь постоянные. Выручки нет, соответственно, у нас убытки. Убытки равны нашим постоянным расходам. Далее мы начинаем продукты продавать, тиражировать. Наши постоянные затраты, они никуда от нас не денутся, они есть, да, но они сокращаются, значительно сокращаются. Они становятся незначительны. Также появляются переменные расходы, связанные там с распространением этого продукта. У нас есть выручка, есть доходы. И мы уже здесь на этих стадиях, после стадии разработки, получать начинаем прибыль. И вот если посмотреть на прибыль, то как раз-таки прибыль – это разница между доходами, да, и всеми нашими расходами. Итак, наша прибыль в процессе этой стадии накапливается, увеличивается, и она призвана покрыть убытки, которые мы понесли на стадии разработки. Соответственно, если мы остановимся в учете на каком-то моменте определенном, да, то мы не поймем, а как прибыль убытки покрыла в полной мере или, допустим, еще нет. Поэтому очень важно вести учет затрат на протяжении всего-всего жизненного цикла. Так, коллеги, жду от вас комментарии, вопросы, да, если есть. А я переключаюсь на практикум к семинару. Так, вы у меня сейчас на экране видите таблицу. Я сейчас ее чуть-чуть сделаю покрупнее, несколько. Также, чтобы и описательная часть нам была с вами доступна. Ну, наверное, вот так вот. Так, значит, в процессе заполнения мы сейчас, конечно, почитаем условия задания. В процессе заполнения я буду к вам обращаться, как вы считаете, да, вот о какое ваше мнение на данный счет. Буду признательна, если вы будете в чат писать, проявлять активность. Наша задача – классифицировать затраты. По условию агентства, по цифровизации, социально значимой информации является одним из подрядчиков Министерства информатики и связи. Вот так вот. И в настоящий момент времени это агентство думает над созданием по заказу Министерства электронных баз данных, зарегистрированных пользователей портала госуслуг, то есть создание какой-то единой базы данных всех, кто зарегистрировался, всех граждан, да, которые зарегистрированы на портале госуслуг. И цель этих баз данных – получение, оперативное получение в режиме онлайн всей необходимой информации об этих зарегистрированных гражданах, необходимой информации при их обращении в службу скорой медицинской помощи. Может быть, кто-то слышал об этом, да. То есть, если мы звоним в службу скорой медицинской помощи, принимающий оператор, да, понимает уже, что это за абонент, понимает, какая учетная запись госуслуг, и до приезда скорой помощи врачи будут получать полную информацию о пациенте, о его анамнезе, да, всех заболеваний и так далее. Вот такое мобильное приложение. Тиражирование данного мобильного приложения предполагается среди медицинских учреждений, то есть Министерство информатики и связи является заказчиком, агентство по цифровизации будет разрабатывать это приложение, и далее уже продажа будет происходить медицинским учреждениям, как бюджетным, так и коммерческим. Предполагается осуществление определенных затрат на протяжении всего жизненного цикла этого цифрового продукта данного мобильного приложения. Статьи затрат представлены ниже. Ну вот ниже мы с вами видим таблицу с затратами, их немного. Наша задача их классифицировать по виду цифровых затрат в каждой ячейке, если я встаю в какой-то ячейк, у нас есть поля с ниспадающим списком. И вот по виду цифровых затрат это функциональная, административная, инфраструктурная или поддержка IT по стадии жизненного цикла, стадии разработки, стадии обслуживания или, допустим, затраты у нас на протяжении всего жизненного цикла существуют и так далее. Мы сейчас с вами более подробно, и я думаю, я для тех, кто не смог скачать этот файл, сделаю дополнительную какую-то наверху строчку, и в этой строчке зафиксирую, чтобы вам было видно очень хорошо, какие у нас в полях с ниспадающим списком есть варианты по каждому столбцу. Еще у нас есть дополнительная информация. Помимо данного проекта агентство уже осуществило ряд разработок мобильных приложений на той же платформе с использованием тех же программных обеспечений ПО и ведет их обслуживание. То есть из этой информации дополнительной мы понимаем, что какие-то затраты у этого агентства будут общие, связанные с созданием не только этого мобильного приложения, но и связанные с созданием и поддержанием и других мобильных приложений. А нам эти затраты нужно приурочить к данному продукту. Итак, виды цифровых продуктов. Значит, они у нас могут быть функциональные, административные, инфраструктурные или поддержка. Так, сейчас, одну минутку. Одну минутку я сделаю, как я вам и обещала. Вот так вот напишу. Функциональные. Административные. Инфраструктурные. И поддержка, саппорт. По виду затрат мы должны с вами будем классифицировать вот на эти четыре категории. Стадия жизненного цикла. У нас может быть стадия разработки, стадия обслуживания или на протяжении всего цикла. Также напишу разработки, обслуживание и весь жизненный цикл. На протяжении всего жизненного цикла мы можем нести затраты. Далее. По отношению к объему продаж в краткосрочном периоде мы затраты классифицируем на переменные и постоянные по отношению к уровню деловой активности. Здесь все просто. Переменные и постоянные. Значит, чтобы нам ответить на вопрос переменные затраты или постоянные, мы будем с вами думать вот о чем. А зависит ли эта статья затрат от объема продаж? Я сейчас курсив, прошу прощения, поставила, поставила мышку, выделила эту ячейку. Зависят ли затраты от объема продаж? Если зависят, значит, они переменные. Если не зависят, значит, они постоянные. Следующая классификация. По отношению к объекту калькулирования. Наши затраты могут быть прямые. И кто-то называет косвенные, кто-то называет накладные. В СИМа мы видим накладные. Здесь мы с вами будем руководствоваться вот такой подсказочкой. Связаны ли эти затраты именно с этим мобильным приложением? Если они связаны именно с этим мобильным приложением, то они прямые. Если затраты компания несет по отношению к деятельности своей в целом или по отношению к созданию, обслуживанию каких-то нескольких мобильных приложений, то прямыми мы их назвать не можем. Они будут уже накладные, либо, может, вам так привычнее, косвенные. И последний у нас столбец драйвер затрат. Значит, если мы определили затраты как накладные, мы не забываем о том, что целесообразно для их распределения применять метод ABC, activity-based costing. Соответственно, мы должны будем установить сразу драйвер затрат. Здесь нам выбирать из списка будет нечего, мы должны с вами сами подумать, какой будет драйвер. Подсказка, как распределить накладные на это мобильное приложение. Именно накладные. Ну, вот таким образом мы сейчас будем с вами работать. Так, все, начнем с первой строчки. Разработка приложения, оплата разработчикам и дизайнерам. Вид цифровых затрат, коллеги, как считаете, что это? Функциональная, административная, инфраструктурная поддержка. Абсолютно верно. Функциональные. Идем дальше. На какой стадии такие затраты возникают? На стадии разработки, на протяжении всего жизненного цикла, стадии разработки или стадии обслуживания. Разработка, конечно, на стадии разработки, да? По названию статьи понятно. По отношению к объему продаж в краткосрочном периоде? Постоянные. По отношению к объекту калькулирования? Прямые или накладные? Прямые. Мы знаем, что мы разрабатываем. Затраты собираем именно по этому мобильному приложению. Драйвер нам здесь не нужен. Дальше идем. Обновление приложения. Допустим, у нас будет обновление периодическое. Оплата разработчикам и дизайнерам. Это также функциональные. На какой стадии будут возникать затраты по обновлению приложения? На стадии последующей, да? Той стадии, которая у нас после разработки. На стадии обслуживания. Переменные либо постоянные? Так, а еще если... А если еще разочек, да, подумать? Мы будем обновлять все приложение? Или версию конкретную для какого-то пользователя? Скорее мы будем обновлять все приложение. Хотя, да, смотря какой продукт. Я с вами соглашусь. Может быть, что и оба варианта подходят. А как... Подождите, а как это оба? И переменные, и... И так, и так, может быть. Ну, давайте исходить из нашего примера, да? Обновляем, актуализируем. Скорее всего, мы будем для... Вообще все приложение обновлять. Не для конкретного клиента. Вряд ли для конкретного. Постоянные. Так, прямые или накладные? По отношению к объекту калькулирования. Прямые. Что мы обновляем, мы знаем. Так, хорошо, идем дальше. Обслуживание сервиса. Подписки. Какие-то смс, пуш-уведомления клиентам. Рассылка по электронной почте. У нас здесь даже есть примечание. Сейчас я его чуть-чуть увеличу. Чтобы было доступно. Так, с помощью... Которого будет предоставляться доступ к данному мобильному приложению. Сервис подписки, в том числе смс, пуш-уведомления, рассылка по электронной почте. Так, здесь у нас какие с вами затраты? Обслуживание сервиса подписки. Без этого сервиса продукт не будет функционировать. Функциональные. И вот, кстати, сейчас на данном этапе скажу вам, что разбираться в каких-то таких специализированных вещах, да, связанных с информационными технологиями, институт СИМА нас не обязывает. То есть мы не должны с вами отличать, чем отличается смс и уведомления от пуш-уведомления. Но мы четко должны понимать, что это за затраты, в принципе, да. Это смысл. Смысл затрат и определять вид этих затрат. И самое основное, понимать, как мы эти затраты должны классифицировать по всем основаниям. А какие-то уже тонкости, такие связанные с информационными технологиями, они, конечно же, естественно, не будут тестироваться. Поэтому не пугайтесь. Так, стадия жизненного цикла. На какой стадии у нас такие затраты возникают? На стадии обслуживания, да. На стадии разработки навряд ли у нас такие стадии, так, не то поставила, будут. Такие затраты будут. По отношению к объему продаж в краткосрочном периоде. Вот здесь давайте подумаем. Переменные, абсолютно верно, да. Чем больше у нас подписчиков, тем больше мы будем внести затрат на обслуживание сервиса подписки. По отношению к объекту калькулирования. Мы знаем подписчики, по какому мобильному приложению, да, у нас есть. Согласна. Прямые. Абсолютно верно. Следующее. Управление профилем пользователей. Анализ поведения пользователей. В контроле их доступа к мобильному приложению. Административные. Стадия. Обслуживание. По отношению к объему продаж. Так, Светлана, пишите постоянные. Переменные. Переменные. Я понимаю, почему вам хочется назвать постоянными, да. Сразу ассоциация идет с управленческими расходами, что есть персонал, который получает постоянную заработную плату. Здесь чуть-чуть мы по-другому с вами начинаем рассуждать. Зависят ли эти затраты от того, сколько у нас подписчиков. Вот если они зависят, да, чем больше у нас клиентов, пользователей наших мобильных приложений. Но в данном случае это клиники, поликлиники, медицинские центры. Тем мы больше будем нести эти затраты. Здесь нету никакой привязки к характеру оплаты. Как мы там оклад начисляем, да, нашим сотрудникам, или они по часам будут получать. На это даже внимания не обращайте. По сути затрат. Чем больше подписчиков, тем больше должно быть затрат, связанных с этим, с этой административной поддержкой. Поэтому затраты у нас здесь переменные. И опять-таки мы знаем, кому мы оказываем, по какому мобильному приложению эту административную поддержку. Прямые. С цифровыми продуктами не все так просто, да, они нам непривычны. Идем дальше. Услуги SDN сервера. SDN хостинг. То есть это оплата за хранение информации в информационном пространстве. Инфраструктурные. Абсолютно верно. Когда возникают, на какой стадии, когда могут быть. На протяжении всего жизненного цикла, да. Когда мы разрабатываем это мобильное приложение, мы, наверное, уже будем этими услугами, скорее всего, пользоваться, конечно. Так, по отношению к объему продаж, зависят от того, какое у нас количество подписчиков? Или не зависят? Переменные или постоянные? Скорее, по большей части постоянные. Конечно, могут быть какие-то нюансы. Но по большей части это постоянные. По отношению к объекту калькулирования. Прямые или накладные? Как считается? Накладные, да. Мы платим хранилищу данных за объем, да, хранения. А уже что мы там храним? Это уже, как говорится, наши с вами, да, трудности. Поэтому наша задача, эти затраты на хранение, потом распределить по продуктам. Накладные. И раз они накладные, нам с вами нужно найти драйвер затрат. Если у вас есть какое-то предложение, да, по драйверу, пожалуйста, пишите в чат. Итак, я предлагаю по объему хранилища данных. Объем хранилища данных. Такая специализированная единица измерения. Дальше идем. Техническая поддержка клиентов. Это у нас затраты на поддержку IT. Саппорт поддержка. Саппорт поддержка у нас с вами будет возникать на стадии обслуживания. Я думаю, согласитесь со мной, что это затраты переменные. А вот что касается прямых или накладных, как считаете? Техническая поддержка клиентов. Ну, здесь мы опять-таки с вами знаем, кого мы поддерживаем, каких клиентов, да, по какому мобильному приложению. Прямые. Драйвер не нужен. Так, идем дальше. Обновление операционной системы Android. Без обновления мы лишимся операционной системы. Это инфраструктурные затраты. Возникать они могут абсолютно в любой момент времени. На протяжении всего жизненного цикла. Являются ли они переменными по отношению к объему продаж, к объему тиражирования? Нет. Они постоянны. Являются ли они прямыми? Если мы операционную систему Android используем только для нашего этого мобильного приложения, это специфика деятельности будет, как в принципе, и в любой компании она существует, тогда да. Тогда в таком случае мы скажем, что это прямые. Если же мы операционную систему Android используем для ряда мобильных приложений, а у нас это в дополнительной информации как раз-таки приводится, то в таком случае они у нас будут накладными. Вот. Исходя из дополнительной информации, мы сейчас с вами, конечно, ставим накладные. Нам нужно, раз это накладные, опять-таки определить драйвер. Как мы будем распределять эти наши затраты, связанные с обновлением операционной системы, на наши мобильные приложения. Какие-то уже там продаются достаточно давно, какие-то на стадии разработки и так далее. По количеству пользователей, да, можно, вполне можно. Еще какие у вас есть варианты, Ольга, спасибо, да, можно вполне. Это как по объему продаж получится. Можно там по часам работы разработчиков, но не совсем, наверное, справедливо будет по часам работы именно разработчиков, да, потому что операционная система нужна не только на стадии разработки, но и на стадии уже обслуживания. Тогда нужно брать в общие человек часы не только разработчиков, но и всех остальных категорий персонала. Да, замечательный драйвер. Давайте количество пользователей. Так, хорошо, идем дальше. Обслуживание программного обеспечения. Обслуживание программного обеспечения. Поддержка, согласна. Так, одну минутку. Поддержка. На протяжении всего жизненного цикла. На этом программном обеспечении у нас могут работать несколько мобильных приложений, да, поэтому у нас тоже. А, возможно, инфраструктурные, может быть. Если мы какие-то такие существенные, да, основополагающие вещи осуществляем, то это будет все-таки инфраструктурное. А если вот просто небольшое такое обслуживание в процессе эксплуатации, то это поддержка. Да, соглашусь с Александром. Так, давайте, значит, уже проговорила, что это у нас накладные, потому что ПО может использоваться. На базе этого ПО могут несколько приложений работать. А вот что касается переменных постоянных... Нет, Светлана, не соглашусь с вами. Скорее, скорее, постоянные, да. Так, ну, что касается драйвера, я думаю, мы его оставим. Такое же количество пользователей. Офисные расходы. И вот теперь мы с вами дошли до офисных расходов этого агентства. Административные. Они у нас всегда. И вот эти административные у нас будут отличаться от административных. Я сейчас выделю по строке 11, там, где управление профилем пользователей, да. Но все-таки офисные и управление профилем пользователей – это разные вещи. Поэтому здесь они у нас постоянные. Да, так, постоянные. А по отношению к продукту – накладные. Драйвер давайте такой же оставим. Реклама-маркетинг. Тоже относится к административным. Рекламируем наш продукт как на стадии разработки, так и на стадии обслуживания. Постоянные. И что касается прямых или накладных, как считаете, накладные, прямые. Но если мы с вами знаем конкретно, что мы рекламируем, да, как правило, так и происходит, то это будут прямые. Если мы соберем затраты и не будем особо анализировать, все затраты на рекламу собираем, и маркетинг очень даст, ну, сложно будет нам, в общем-то, привязать к каждому нашему, наверное, разработанному, разрабатываемому мобильному приложению, то, ориентируясь на название статьи, она у нас два в одном – реклама и маркетинг, то скорее это наклонные. Но опять-таки нужно анализировать, да, конкретно, что это за затраты. Поэтому можем ли мы точно утверждать, что они относятся к одному мобильному приложению, или все-таки так не получится сделать. В данном случае мы определим их как накладные, и драйвером тоже поставим количество пользователей в качестве драйвера. Вот такой мы с вами провели тренинг. Ничего подобного в экзаменационных вопросах Сима у вас не будет. Это тренинг для того, чтобы нам, ну, так скажем, с практической стороны протестировать все наши, да, обсуждаемые теоретически на семинаре вопросы, ни больше, ни меньше. Вопросы экзаменационного характера, они будут чуть-чуть другие. Задачи на экзамене, вот я как раз, Светлана, отвечаю. Нет, таких задачек не будет. Что будет на экзамене, я сейчас вам продемонстрирую. Кстати, экзаменатор говорит, что вот ближайшие экзамены, которые предстоят, один или два экзамена, они будут только лишь вот такого формата. Я сейчас вам покажу, какого тесты, да. В дальнейшем будут некие дополнения, усложнения, да, но об этом я, соответственно, ничего вам сказать не могу, никак не могу прокомментировать, что там институт СИМа еще придумает. Пока на экзамене будут задачи вот такого рода. Какое из следующих утверждений от цифровых продуктов не является верным? Напишите, пожалуйста, в чат, почитайте варианты ответов, как на ваш взгляд. Теория, только теория, да, только теория. Тестируется понимание целесообразности применения тех или иных методов учета затрат. Вот и все. Ситуационных задачек, таких, как мы сейчас с вами смотрели, не будет прям подробных. Так, вариант С считается, да. Цифровые продукты могут иметь повторяющиеся расходы. Не является верным вариант С? Нет, расходы могут повторяться. Вариант Д, да, Ольга? Для цифровых продуктов иногда сложно определить драйвера затрат. Это верное утверждение. Обратите внимание, я сейчас даже мышкой вот акцентирую ваше внимание, не является верным. Какое из утверждений не является верным? С вариантом С не могу согласиться, так же, как и с вариантом Д. Расходы могут повторяться на протяжении жизненного цикла. Драйвера определить достаточно сложно иногда. Жизненный цикл продуктов может варьироваться. Вот по прогнозу погоды даже у нас пример был. Поэтому вариант Б тоже верный. А вот вариант А, высокие маржинальные затраты у цифровых продуктов затрудняют их ценообразование. Вот этот вариант не является верным. Продукт А. По какой причине, как вы думаете? Не догадались? У нас высокая маржинальная прибыль, а затраты маржинальные невысокие. Коллеги, мы говорили об этом. У нас наоборот, низкие маржинальные затраты, как правило, на цифровые продукты. Потому что высокие затраты постоянные, а переменные затраты, связанные с каждым тиражом, они наоборот будут маленькие. По удельному весу в сравнении с постоянными. Поэтому вот это утверждение, оно неверное, неправильное. Высоких маржинальных затрат у цифровых продуктов нет. Вот по какой причине данное утверждение не является верным. Из-за слова «высокие». Вроде бы такой несложный тест, да? Но нужно понимание темы, согласитесь, для того, чтобы верно определить ответ. Следующее, но вот этот попроще, на мой взгляд. Компания, специализирующаяся на аудиопродукции, успешно продает тестовое оборудование любителям музыки для домашнего прослушивания. Компания рассматривает возможность продажи тестового программного обеспечения, которое будет загружаться через мобильное приложение. То есть был продукт не цифровой, будет цифровой. Что из перечисленного станет выше. В связи с переходом компании от продаж тестового оборудования к продажам мобильного приложения. Что будет выше, а что будет ниже. Какие категории, какие затраты. Значит, жизненный цикл продукта, как считаете? Прямо так и пишите в чат. Выше, ниже? Выше. Тестовое оборудование живет короче, чем мобильное приложение. Общие затраты. Что будет с общими затратами? Верно. Общие трудозатраты, конечно, станут выше. Разработка мобильного приложения требует интеллектуального труда. Да, интеллектуальный труд оплачивается в более высоком размере всегда. Трудозатраты общие будут выше. Затраты, относящиеся к запасам. Да, их либо не будет вообще, либо они будут ниже, конечно. И затраты на инфраструктуру. А вот инфраструктурные затраты, они либо будут выше, либо вообще появятся. Инкрементные будут. Верно. Вот такой тоже тест дал институт СИМА, как примерный, да, когда проводили тоже вебинар по поводу измененного силабуса. Это тест прямо-таки ихний. Не знаю, будет ли он, встретится ли он нам на экзамене в ноябрьском, декабрьском. Ну, если будет не он, то аналогичный. Так, ну и давайте по поводу изменения силабуса некоторые моменты освещу. Значит, по разделам пройдусь. Методы учета затрат. У нас здесь добавляются темы калькулирования цифровых продуктов и еще будет тема цифровая калькуляция затрат. Цифровая калькуляция затрат – это вот своими словами и просто говоря, когда мы затраты с вами учитываем в каких-то информационных системах. Любых, не эксель. Там тоже только теория, но главный менеджер СИМА, когда проводила данный вебинар, акцентировал наше внимание на том, что теоретически это вопросы только пока, только на данный момент. То есть в будущем, возможно, это будут не только теоретические, но и какие-то, да, практические уже тесты. Как я уже сказала, метод activity-based costing чуть-чуть преобразуется по названию. Он будет называться методом попроцессного учета затрат. Вот. В остальном никаких изменений нет, но и плюс я здесь добавила усложнение компетенций. То есть ранее этому методу уделяли не столь значительное внимание, сколько будут уделять теперь. И полагаю, что это обосновано как раз-таки введением новой категории цифровых продуктов. По анализу отклонений добавляются новые темки, они небольшие. Отклонения по процессным методе учета затрат, то есть драйвера мы там по плану считаем, по факту считаем. Отклонения затрат по драйверам и так далее. Отклонения в сфере услуг тоже небольшая тема, теоретическая. В разделе бюджетирования и бюджетный контроль новые темы, такие как стресс-тестирование бюджетов. Что такое стресс-тестирование? Какая-то ситуация определенная, да, что в компании есть какие-то проблемы, и вот как в связи с этой проблемой найти верное управленческое решение? Какой подход к бюджетированию применять? Какой конкретно, допустим, метод бюджетирования там с нуля, или, допустим, подход к скользящему бюджетированию целесообразно было бы применить? Тоже только теория. Задачи по отклонениям, по новым темам? Не знаю, Светлана, не могу сказать. Возможно, да. Скорее всего, да. Могут. Могут, могут, да. Могут быть. Так, что еще в бюджетировании? Теория анализ больших массивов данных. Бигдата в бюджетировании. То есть это имеет отношение к цифровой калькуляции затрат, да, когда мы данные какие-то учетные храним где-то на сервере и так далее, что мы несем затраты на это, но какие-то общие подходы нам нужно понимать хотя бы, что это такое. Насчет формата экзаменационных вопросов здесь ничего не прокомментирую. Думаю, тоже такие вот тесты на понимание общих моментов. Бюджетирование цифровых продуктов. Какие методы калькулирования цифровых продуктов применять целесообразно, они тестируют, соответственно, они будут тестировать, какие методы бюджетирования применять. Подойдет ли там бюджетирование с нуля, например, да, что больше целесообразно, ну, что лучше применять, какие методы и так далее. Гибкие бюджеты и попроцессный учет затрат. Вот такая новая тема еще будет. Учет затрат для принятия решений контроля. Современная бизнес-среда. Что касается данного раздела, то ранее были темы учета экологических затрат, учет затрат по принципу обратного прилива, стратегии управления производством, передовые производственные техники и технологии АТМ, то это все устарело неактуально, вы, наверное, и сами это замечали, если да, с материалом работали, то вот эти темы, они просто уходят, их нет, все исключают. Раздел ценообразования. Значит, методы ценообразования, полные затраты плюс, переменные затраты плюс, да, они тестироваться будут, предполагается, что слушатели должны эти методы знать еще на уровне предподготовки СИМа, то есть в учебниках мы какой-то, не знаю, большой объем информации по поводу методов ценообразования уже не находим, но, тем не менее, эти вопросы тестироваться могут. Что же касается кривой спроса, максимизации прибыли, стратегий и решений в области ценообразования, то вот эти темы из P1 переходят в P2. И касательно раздела риск и неопределенность в краткосрочной перспективе, был такой симплекс метод, достаточно странный, да, и кривая обучения, вот эти темы, они вроде бы как ушли, их тоже не будет. Что еще хотела бы сказать? В общем-то, изменение базы экзаменационных тестов, ну, как нас напугали, да, оно будет, и будет оно существенное. Более жесткие требования к глубокому пониманию теоретических и практических аспектов материалов СИМа, да, то есть, вот поверхностное знание чего-то, оно никак не может быть. То есть, знания должны быть очень глубокими. Особенно с точки зрения вот теоретических аспектов новых, которые пока еще в теории. Ну, а что касается практических аспектов, таких как анализ отклонений, проведение анализа отклонений и других, то здесь, мне кажется, на мой взгляд, да, поделюсь с вами личным мнением, все-таки какое-то некое усложнение базы тестов нас ожидает. Ну, в общем-то, у меня все, коллеги. Если у вас какие-то вопросы по СИМа есть, пожалуйста, пишите, задавайте. Я пока, чтобы время не терять, освещу организационные моменты по форматам обучения, да, то есть завершу нашу презентацию, пойду до конца по слайдам. Если вы пишете вопросы, я буду их комментировать. Ну, и в конце, как я вам обещала, презентацию и заполненный файл размещу на Google Диске и ссылочку вам скину обязательно. Значит, место курсов СИМа в линейке курсов по экономике и финансам. Ну, вот мы видим, у нас слева отводится определенное место для СИМа. Прям вот этот блок весь отдельно выделен. Значит, особенность учебного центра «Специалист» заключается в том, что два модуля СИМа, P1 и P2, мы разбили на четыре курса. У нас P1 состоит из двух уровней и P2 состоит из двух уровней. Уровень 1 и уровень 2. Ну, вот к вопросу, повышенные ли сложности уровень 2, можно сказать, что нет, это продолжение просто лишь изучения того материала, который не был изучен в первом уровне. Учебник и задачник купить для самостоятельной подготовки. Да, можно покупать у провайдеров СИМа. Насколько я знаю, такие учебники есть на рынке. У нас специалистов их нет. Особенности курса. Раз мы говорим про СИМа P1 уровень 2, да, это некое продолжение, и как раз-таки на уровне 2 мы цифровые продукты будем рассматривать, то вот по поводу данного курса я вам всю информацию должна представить. Курс состоит из 16 академических часов. Стоимость вы сейчас на экране этого курса видите. Стоимость варьируется в зависимости от формата обучения, вебинар или очное обучение. Далее у нас будет формат открытого обучения. Пока еще его нету, да, поэтому и стоимость неизвестна. В любом случае вы получите документы о повышении квалификации. Ну, допустим, если даже не будете выходить на внешний квалификационный СИМовский экзамен, до документа повышения квалификации по программе СИМа у вас будет. И имейте в виду, что если вы приходите на уровень 2, да, лучше до этого все-таки пройти уровень 1, потому что уровень 2 – это продолжение уровня 1. Так, как может эта методика меняться при создании нового продукта, который требует больше доп. информации и привлечения большого количества спецов своих и попутно? Александра, а по поводу какой методики вы говорите? Не совсем понимаю, про какую методику. Вот, уточните, пожалуйста, я не поняла. Методика расчета себестоимости, мы сейчас про цифровой продукт, да, правильно? Про цифровой продукт. Как может методика расчета себестоимости поменяться при создании нового продукта, который требует больше информации и большего привлечения количества специалистов своих и попутных? Ага, то есть, если мы разработали методику калькулирования себестоимости, да, создаем новый продукт, то есть, эту методику мы использовали для какого-то, допустим, продукта, который уже создали, но этот продукт у нас будет отличаться от прежнего продукта. А я думаю, если мы говорили с вами про метод АБЦ и учет на протяжении всего жизненного цикла, да, то мы и будем ориентироваться на АБЦ. Значит, что у нас поменяется в этом свете? У нас какие-то возникать будут новые виды деятельности, могут возникать новые процессы, и, соответственно, мы будем думать про новые драйвера. Еще не все факторы известны. То есть, стоит ли нам ориентироваться на старую методику, да? Пока еще все факторы неизвестно, что будет. К этому вопрос. То есть, цель у вас какая? Какая? Скалькулировать себестоимость, ту, которая будет, или определиться методом калькулирования себестоимости еще до начала, да, калькулирования? Тогда ориентируйтесь, каков в случае будет подход обоснования, и то, и другое, да? Ну, хорошо, помните, есть такой метод бюджетирования с нуля? То есть, мы начинаем, опять-таки, все наши процессы представлять такими, а какие они были бы, если бы ранее их не существовало. А здесь у вас чуть-чуть другое. Вам нужно представить, а что у вас будет, какие у вас будут процессы? Все ваши процессы разложить, определить под каждый процесс драйвер, носитель, который будет вызывать затраты. То есть, вам нужно представить, какие будут затраты. Ну, оттолкнитесь от четырех категорий затрат. Инфраструктурные, саппорт, административные. Вот, наполняйте эти категории статьями затрат. Понимаете, какие у вас могут быть процессы. Но ориентируйтесь на метод activity-based costing. А уж какая у вас там до этого методика существовала? Я не знаю, я так понимаю, что вы практически свой какой-то, да, вопрос сейчас задали. На этапе реализации полная тьма. Новая идея, понятно, в целом. На этапе реализации полная тьма. Да, это так и есть на самом-то деле. Оттолкнитесь от той таблицы, которую мы сегодня с вами заполняли. Вы же представляете затраты. Да, у вас есть специалисты. Пойти, они понимают, какие затраты их ждут. Сейчас, Светлана, да, отвечу на ваш вопрос. Вот, соответственно, продифференцируйте ваши затраты на предмет прямых и накладных. И к накладным определяйте драйвера, и вам будут процессы ваши ясны, драйвера ясны. И вот, думаю, такой подход реализовать на практике. Так, что входит в уровень Пи-1? Значит, что у нас по уровню Пи-1? Основные, сейчас буду перечислять, основные методы управленческого учета. Маржинал костинг, метод полного поглощения затрат. Учет производительности процесса. АБЦ метод по процессный учет, то есть Activity Based Costing, о котором мы говорили, да, изучение вот этих методов. Далее. Второе. Анализ отклонений. Расширенный анализ отклонений. Интерпретация отклонений. Формирование оперативного отчета. Когда мы отталкиваемся от нормативной прибыли и выходим на фактическую через отклонения. Далее блок бюджетирования. Блок прогнозирования. Значит, ценообразование у нас ушло. И также еще риски и неопределенность. То же у нас в Пи-1 входит. В уровень 1. Именно в уровень 1. По уровню 2 уже будет некое такое продолжение этих рисков и неопределенности. То есть вот эта тема риск и неопределенность, она между уровнями разбита на две части. Ну, в принципе, вот я вам все перечислила, ничего не забыла. А, еще принятие решений в краткосрочной перспективе. Принятие управленческих решений в краткосрочной перспективе. Значит, что делать в каких-то ситуациях? Производить самим или, допустим, привлекать кого-то на суб подряд. Продавать бизнес, либо его держать. Пока что еще убыточный бизнес и так далее. То есть какие-то решения возникают. И, соответственно, как нам находить ответы на вопросы. Ну вот, если так по-крупному, методы учета основные. Анализ отклонений. Принятие решений в краткосрочной перспективе. Бюджетирование. Прогнозирование. И достаточно большой кусок рисков и неопределенностей. Вот это у нас уровень первый. Уровень первый, он достаточно большой по объему материала. Да, мы его смотрим как в теории, так и по примерам. И тесты у нас обязательно. Предполагаются объем часов. Там пять воскресеньев. Это у нас получается, сейчас скажу. 48 часов. Не 16, как уровень 2. Уровень 1, он больше, гораздо больше. Вот так вот по уровню первому. Так, идем дальше. Компетенции, которые вы сможете добавить в свое резюме. Да, ну вот такой слайд тоже может быть полезен кому-то. После прохождения курсов СИМа по модулю P1. Я не говорю сейчас про второй уровень. Вообще, если вы прошли P1, что можно в резюме написать? Конечно, вы напишите, что вы прошли P1. Это добавит статусность. Это авторитетное признание вашей квалификации. В любом случае, сдали, не сдали. Экзамен внешний выходили, не выходили, да, но хотя бы получили какие-то знания. Но, тем не менее, можно написать управление затратами, оптимизация финансовых результатов деятельности, планирование, бюджетирование, комплексный анализ отклонений, прогнозирование, принятие решений краткосрочного характера, оценка рисков. Форма обучения. Очная, когда вы присутствуете в классе, занимаетесь в группе, общаетесь с преподавателем. Вебинарный класс. Когда вы присутствуете в группе, общаетесь с классом, общаетесь с преподавателем, но присутствует, но в то же время находитесь дома, да, то есть вы подключаетесь как вебинарист удаленно. Вы на экране видите все, по аналогии, как сейчас вот мы с вами семинар проводим, да, на экране видите абсолютно все, что делается на занятии, задаете вопросы, голосом в чат получаете ответы, выполняете домашние работы, проходите тесты. Очень удобный формат занятия, особенно сейчас, в наших условиях. Значит, открытое обучение, оно, возможно, будет скоро, по второму уровню P1. Вы присутствуете, можете присутствовать в классе, можете подключаться из дома. Запись курса просматриваете того, который уже прошел. В то время, во время аудиторных занятий, то есть когда вы просматриваете этот курс, преподаватель присутствует в классе, вы можете к нему обращаться, голосом в чате по электронной почте, задавать вопросы, он вас обязан консультировать. Также по данному формату, по окончании курса в течение шести месяцев вам будут доступны видеозаписи, материал целиком остается у вас, и также здесь работает посттренинговая поддержка слушателей в течение шести месяцев по окончании курса. Вот, единственное отличие от очного и обычного, да, по вебинару обучения заключается в том, что вы проходите не в режиме онлайн или оффлайн курс, а вы прослушиваете запись курса, который уже был. И также еще есть индивидуальный формат, это всегда индивидуальный подход к каждому слушателю. Открытое обучение. Какие имеют преимущества? Если вы приходите в учебный комплекс, у вас будут два монитора, очень удобно. На одном вы можете выполнять практику, на втором вы можете видеть, что делает преподаватель. Что касается открытого обучения, то его проводят всегда сертифицированные преподаватели. Вы будете также проходить промежуточное тестирование, то есть будет контроль ваших знаний в обязательном порядке. Вы можете получать индивидуальные консультации в любое время, не только во время проведения аудиторных занятий, но и также, может быть, послушали запись вечером, вопрос возник на следующее утро, пишите преподавателю, ну и примерно к обеду, к вечеру получаете ответ полный, развернутый. К записям неограниченный доступ в течение шести месяцев. И самое основное, самостоятельный темп обучения. Если вы хотите прослушать повторно, откручивайте запись назад, слушайте этот кусочек еще раз. Если вы что-то знаете, вам неинтересно, прокручивайте вперед. Если, допустим, вы не можете слушать записи вечерами, вы можете их слушать днем. Единственное, что нужно сделать, это подключиться во время проведения занятий аудиторных, назначенное время, как правило, 18.30, и поставить отметку о своей посещаемости. Все, далее вы уже можете использовать ваше время по своему усмотрению личному. Так, ну, в общем-то, наверное, я вам сказала все, и еще только лишь по поводу комплексной программы, когда вы приобретаете, добавлю вот информацию, когда вы приобретаете сразу два курса, в данном, в нашем с вами случае, это СИМА ПИ-1 управление эффективностью операций уровень 1 и СИМА ПИ-1 управление эффективностью операций уровень 2. Не разрозненно, не отдельно два курса покупаете, а сразу. В таком случае, в первую очередь, преимущество большое, это, конечно же, экономия средств. Вы купили сразу, да, вы платите меньше. Кроме того, вам сразу можно будет сориентироваться по графику обучения, то есть вы будете знать, когда курсы проводятся, будете тогда планировать свое личное время. Так, ну, в общем-то, я, наверное, донесла до вас всю информацию, какую хотела на сегодня. Соответственно, теперь от вас жду вопросы, и пока я это делаю, я сохраню. Вы пока можете вопросы задавать, я вам буду отвечать, а я пока, как и обещала, сохраню презентацию и заполняемый нами сегодня с вами файл на Google Диске, и ссылочку вам сейчас положу в чат. Всем большое спасибо, коллеги, да, кто не ждет ссылку, кто отключаться собирается. Да, я хочу вас всех поблагодарить за активную работу. Огромное спасибо вам. Хорошего вечера, удачной следующей недели. Всего доброго. Так, моя почта для вопросов в процессе деятельности. То есть вы хотите мой электронный адрес, да? Так, тогда уточню для себя. Вопросы касательно, какие-то практические, да, касательно вашей деятельности непосредственно. Правильно я так поняла вас, Александр? Я понимаю, может быть, ошибаюсь, что вы представитель как раз-таки IT-подразделения. Ответьте, пожалуйста. А, если понадобится курс, да, хорошо. Сейчас, конечно, я напишу свой адрес электронный. Одну минутку. Так. Практику мы у нас заполнили. Да, сейчас я вам свою почту напишу. Хотя, в принципе, вы его можете, мой адрес найти на сайте. Пишу в чат. Так. Отправила. И тогда подождите несколько, какое-то время, да, вот несколько минут для того, чтобы... кто ждет ссылочку, для того, чтобы я сохранилась. Так. 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 Google. 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 Спасибо. 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 Так, кто ссылку ждал, пожалуйста, проходите по ней, пробуйте открыть, скачать. Если получается, тогда отпишитесь обязательно. Чтобы я знала, что ссылки рабочие. Спасибо.